Добрый вечер, программа Насправде в эфире телеканала Симон. Меня зовут Владимир Мазур и сегодня мы будем говорить, увы, о привычных в летний период вещах. Почему? Увы, потому что речь сегодня пойдет о, к сожалению, традиционных проблемах, связанных с распространением кишечных инфекций. Ну, в общем-то, не только об этом будем говорить, а пока я представлю гостю нашей студии Людмила Крещар, заведующая эпидемиологическим отделом Харьковской городской СС. Добрый вечер. Добрый вечер. Ну, давайте начнем действительно с того, что сколько бы мы не встречали, сколько бы мы не говорили, наверное, даже вопрос не в нас и не только в нашей, скажем, деятельности. Вопрос, наверное, в общей культуре, скажем, вот всех нас, да, каждое лето, каждый теплый сезон возникает огромное количество проблем, которые связаны именно с тем, что называется кишечная инфекция. Я понимаю, что это в некотором роде такое обобщающее условное название, но тем не менее вопрос есть. Почему такое вот возникает, что вот сколько, даже с советских времен начиная, да, вот сколько ни говори, все равно летом эта проблема возникает постоянно. Не мы придумали, а это давным-давно бытует такое выражение, что острые кишечные инфекции – это болезнь грязных рук. И что бы мы ни говорили, об многом эта фраза говорит. Первое, то, что инфицирование продуктов, которые употребляют, инфицируется руками. А вот как этот возбудитель кишечных инфекций выпадает на руки, это уже совсем другая тема. Можно получить и сырья, в первую очередь это сырье, молоко, которое вот недобросовестными предпринимателями может быть инфицировано еще на этапе, когда что-то везется в город Харьков на реализацию, особенно это то, что реализуется на рынках, на стихийных рынках. Это очень большая тема. Ну вот во дворах, да, продают в бутылочках козье молоко и так далее. Совершенно верно. Козье молоко, коровье молоко. Кто производил, как оно было достанено, что это за фляги? Это очень большой вопрос. И человек, который уважает себя, понимает, что это может быть продукт, инфицирован заведомо, сырым, ни в коем случае не должен ни сам употреблять, ни в первую очередь детям давать. А есть такое мнение у родителей, что оно же пользительное, оно же там и с микроэлементами, и с витаминами, и действительно надо дать питательные вот такие вещества. Это очень паумно. Почему я так говорю? На сегодняшний момент в городе Харькове по опросу больных, которые попали в инфекционную больницу, или по определенным причинам они остались дома, но было обращение за медицинской помощью. Каждый второй связывает заболевание с употреблением пищевых продуктов, приготовленных в домашних условиях. Вот это вот та тема, которая говорит, что если промышленным производством готовиться и приобретено в супермаркете, соблюдены все сроки реализации, это доброкачественный продукт, который можно употреблять и не будет никакой угрозы своему здоровью. Но есть тема соблюдения правил приготовления в домашних условиях. Особенно это люди, которые уже в таком преклонном возрасте и достаточно много готовят в прок и не соблюдают правила именно хранения. Даже есть такие случаи, что приходят доктора-эпидемиологи в очах и холодильник есть, но он даже в летний период отключен для того, чтобы с какой-то целью экономии определенных, понимаете, ресурсов. Это недопустимо, потому что это все влечет к тому, что в внешней среде микроорганизмы, которые вызывают острую кишечную инфекцию, их достаточно много. Это и бактерии, и вирусы, и каждый хочет выжить в это время, я имею в виду микроорганизмы, и дать себе подобного еще, так сказать, потомства. И поэтому продукты мясные, молочные, которые реализуются на стихийных рынках или торговых местах, их так называют, это очень опасно употреблять это все, и особенно для детей. У нас больше половины детей, заболевших кишечной инфекцией, это дети маленькие, которым готовится продукция родителями. И есть необходимость обратить внимание родителей, что все-таки зависит состояние здоровья дитя, особенно первых трех лет жизни. Какие продукты употребляет, это не только ведет за собой дисфункция кишечника, а и вообще другие последствия могут быть, особенно такие, как дисбактериоз, анемия. Если дитя часто болеет от того, что у него недоброкачественно употребляют продукты, ясное дело, это будет в личном счете отражаться на его здоровье. И поэтому, да, проблема кишечных инфекций, она существует. Единственная такая вот, я считаю, хорошая для нас новость, у нас в течение этого года не было ни единого случая осложнения в ни в одном организованном коллективе. И еще такая тема, что неорганизованные дети в 10 раз чаще болеют, нежели организованные. То есть неорганизованные дети, это те, которые воспитываются в домашних условиях. То есть это опять говорит о том, что в домашних условиях родители не все соблюдают те правила, чтобы их ребенок жил, развивался и не болел. Вот парадокс какой-то, потому что все равно воспринимается, что если дитя дома под присмотром, он гораздо более защищен, чем вот он будет в пионерском лагере, где-то там на базе отдыха или еще где-то, где неизвестно кто будет кормить его неизвестно чем. Такого не может быть, что неизвестно кто кормит. Все абсолютно работники, которые занимаются приготовлением пищевых продуктов, абсолютно все обследованы. На кишечную группу, на стафилококк. И поэтому и санпитслужба несет ответственность за то, чтобы было гарантировано качество. И, конечно, надзор все-таки проводится нашими специалистами, медицинскими работниками, которые работают в этих объектах. Вот настороженность есть такой, что эти все объекты безнадзорные не должно быть у нашего населения. Достаточно прицельный и такой вот жесткий контроль. Не говоря о том, что в плановом порядке санпитслужбы сотрудники. Вот в прошлом году 65 тонн было изъято продукции из реализации, которые по разным причинам не должны были попасть нашим потребителям. В этом году тоже это уже опять с лишним небольшим там тонн. Это большое количество, которое говорит, что надзорная функция санпитслужбы достаточно на высоком уровне. Поэтому не надо бояться отправлять детей в лагерь, даже в пришкольные лагеря. Вот на сегодняшний момент уже провели семинары с медицинскими работниками. Обратили внимание, какая ситуация. Все абсолютно люди, которые будут работать в этих лагерях, сейчас проходят обследование и на кишечную группу, и на стафилокок. Делаем все, чтобы отпускная компания, оздоровительная компания прошла благополучно для нас. Будем надеяться на это. Вот еще такой вопрос. Все-таки, наверное, большинство, хочется надеяться, регулярно моет руки перед едой и заставляет это делать своих детей. Но, тем не менее, есть проблема такого рода. Появляются фрукты, ягоды и так далее. Понятно, что большинство из них можно как-то обработать весьма серьезно и термической обработке подвергнуть. Но ту же клубнику или тот же салат, с ним ничего не сделаешь. Их можно только, ну что, сполоснуть, в общем-то, и подать к столу. Вот, тем не менее, опасность есть. Вот, с одной стороны, хочется и ребенка накормить, да, вот витамины свежие, зелень и так далее, свежие фрукты, ягоды. А с другой стороны, страшно. Чего делать? Как проверить? Ну, если я вам буду рассказать о том, что, да, действительно, есть угроза получить определенную инфекцию, а вот если из продукта такового, как клубника с ягодой, очень ароматный, красивый, аппетитный, и можно получить серьезный гельминтоз, такой, как аскорид и аскорида. И это мы видим, что, да, действительно, это есть. Потому что, по данным расследования, то, что родители делают и немытая дают, это вне всякого сомнения. Такие случаи бывают. Мы можем наблюдать на рынках, что... А вот возьми ягодку, называется, да, попробуй ягодку. Да, возьми ягодку, попробуй или сам пробуй. Это просто недопустимо, потому что, к великому сожалению, производители, опять же, проводят удобрения земли и теми же самыми частотами, которые ей не должны были бы использоваться. И поэтому риск заражения гельминтозами, так называемым гельминтами, очень велик. И поэтому максимально должно быть... Ну, уже как-то люди приловчились, знают, у кого покупать. Может быть, есть какие-то знакомые. Наверняка знают, что это не используется как удобрение, то, о чем я сказала. Поэтому вот таким вот методом надо себя немножко ограждать. Ну и, конечно, вне всякого сомнения, это максимально отмывать от примеси песка или земли. Потому что, ясное дело, это все будет инфицировано, если в готовом виде ее так брать и употреблять только, что снято с грядки. Это недопустимо. И зелень аналогична. У нас были прецеденты, когда из зелени мы находили возбудителей кишечных инфекций. Это тоже говорит о том, что люди, которые реализуют, а может, они те же самые и производили, использовали то, что не должно было быть для удобрения. Вирусный гепатит А для нас очень важен, потому что во время употребления вот той же самой клубники, зелени можно инфицироваться. И если для удобрения земли использовались вот нечистоты, которые не должны были бы использоваться. К великому сожалению, мы об этом должны напоминать нашему населению, что мы и делаем, что нужно думать и о том, что может случиться. Ну и вот в городе Харькове колоссальная работа проводится в преддверии Евро в том, чтобы все-таки бесхозных собак, кошек, их не было. И потому что среда обитания все-таки должна быть безопасной, в первую очередь, для человека. И у нас проводится такой определенный мониторинг внешней среды. Это песок, почву отбираем в детских садах, вот из песочниц. И находим, к великому сожалению, это же недостойные нашего населения вот такие факты, когда в пробах песка мы находим те же самые гельминты, которыми болеют животные, собаки. А о чем это говорит? Это говорит, что и выгуливают собаки, кошек, наши населения, имеющие вот таких своих любимцев животных, в местах, там, где гуляют дети. Это недопустимо. Понимаете, вот должно быть все-таки воспитание в нашем населении в таком плане быть, чтобы не проходить и мимо. Не должно быть безразличия к тому, если видишь вот такие факты. Ну, коль вы уже заговорили о Евро, я предлагаю посмотреть небольшой сюжет, который, в общем-то, в контексте нашей программы, думаю, будет достаточно интересен. Инфекция в настоящий момент распространяется из страны в страну и вообще на земном шаре со скоростью звука самолета. В Украину едут болельщики и болячки. Подобными заголовками в последнее время пестрят отечественные СМИ. Осматривать всех гостей чемпионата при въезде не получится. Как же быть обо всем по порядку? Угроза номер один – малярия. Если уже говорить о малярии и что она может привести, да, могут. В случае малярии в Харькове не редкость. Уже с начала этого года их было четыре. Все у иностранных студентов. Но харьковчанам волноваться не о чем, уверяют эпидемиологи. Есть разные возбудители, вызывающие малярию. Так вот, та малярия, которая в городе Харьков, мы выявляем этих иностранцев, она вызывается плазмодиум фальцепарум, который у нас не передается. У нас есть малярийный комар, но именно этот возбудитель он не может передавать. Угроза номер два – тропические лихорадки. Экзотические, геморрагические лихорадки, о которых много говорится, и которые могут, может быть, завоз, потому что государства даже Западной Европы, Старой Европы, они периодически завозятся, если эти случаи, вот эти люди были в эндемичных местах в Южной Америке, в Африке и так дальше. Это возможно. Врачи успокаивают. На случай такой опасности они разработали специальный алгоритм действий, запаслись реактивами. В Харькове уже прошли практические занятия. На них медики отработали все до мелочей. Уверяют, поставить диагноз и локализовать очаг инфекции смогут быстро. Все это страшилки, которые неправильно. Это не должны населению вот так говорить, что все приедут, и это все сплошной букет набора каких-то инфекционных паразитарных заболеваний. Это неправильно. Люди едут сюда нормальные, здоровые, болельщики. Что ж, мне действительно тоже кажется, что основным, самым массовым синдромом будет это похмельный синдром на утро после матча. И вы иностранных болельщиков. Будем надеяться, что на этом все ограничится. Но тут есть другая сторона вопроса. Соответствующие министерства стран, откуда к нам будут ехать болельщики, они предупреждают своих граждан о том, что при поездке в Украину хорошо бы сделать прививку от кори. Насколько в Харькове, в принципе, ситуация с этим заболеванием выглядит вот настолько пугающе, как это представляется Западу? Город Харьков полуторамиллионный город. За четыре месяца у нас 62 случая кори. Это не эпидемическое распространение, то, что имеет место в западных областях Украины. Или в тех же самых странах Европы. Там говорили о большом количестве. 62 случая для города Харькова. Это мизер. Поэтому именно эти случаи у нас были инфицированы в январе, феврале, марте. Люди, когда была максимальная возможность передать инфекцию в закрытых учреждениях. То, что будет у нас в июне, я вам четко гарантирую, эпидемической вспышки кори не будет. Иностранцы кори в городе Харькове не заразятся. Бояться этого нечего. И даже если приедет кто-то с симптомами кори, мы не знаем, где он может ранее быть и где он мог инфицироваться. Ну, скажем, побывал во Львове, на матче, приехал сюда. Да, приехал на матче. То же самое. Дело в том, что общение на улице, это тот момент, что через воздух на большом расстоянии растеивается инфекция. И нет возможности друг от друга инфицироваться. Это все-таки должен быть очень близкий контакт, тесный контакт. В закрытых помещениях. И поэтому кори в городе Харькове в июне месяце ее не будет. У нас уже где-то последнюю неделю ни единого случая вообще не зарегистрировано ни среди студентов, ни среди жителей города Харькова, которые, можно было бы сказать, будут потенциальными источниками инфекции. Поэтому о коре стоит не говорить, что для нас это угроза. Да, мы слышали, мы знаем, средства массовой информации давали такую им рекомендацию приветить. Ну, пожалуйста, приветить. То есть это ничего для вас лишнего не будет. И вы уедете то же самое с иммунитетом, с прививочным иммунитетом, который вы сделаете прививки. То, что у нас дети, вот понимаете, вот такой у нас есть нюанс, который убедительными должны быть фактически. У нас ни один ребенок, вот до 18 лет считается ребенок, который был бы привит два раза корью, не заболел. Это о чем говорит? О нормальной постановке вопроса иммунопрофилактики среди населения, что люди прививают, и о очень хороших вакцинах, которые в последнее время идут за бюджетные средства. Поэтому, а вот болели у нас, вот люди, от которых я говорила, это половина людей, это люди от 20 до 40 лет. Это те, которые никогда не получали прививку. Или студенты, которые приехали с западных областей, которые по документам, которые они привезли в наши вузы, числятся, что они дважды привиты. Но если они заболели, то явное дело говорит совсем об другом. Но мы не эксперты, которые будем говорить, как там организовано проводилась иммунопрофилактика. Видим факт налицо. Студенты, которые горожане в городе Харькове, к нашему удовлетворению, они не болеют. Жалко, что наш канал не транслируют в той же Голландии. Были бы спокойны голландские болельщики. Я, во всяком случае, остаюсь спокойным после ваших слов. Спасибо, что сегодня были гости нашей студии. Увы, время эфирное подошло к концу. Будем надеяться, что лето будет однозначно спокойным в плане и евро, и в плане кишечных заболеваний. Все будет хорошо, все будет в норме и даже ниже ее. Спасибо вам, что были гости. Спасибо, что смотрели на сегодня. До свидания. Субтитры подогнал «Симон»